Всем привет, ребята, с вами Андрей Чент, и да, это новый выпуск Хулиганов. Шестой выпуск, если какой-то из выпуска вы пропустили, ссылка находится на него в описании. И если вам нравится то, что я делаю, можете стать спонсором моего канала, также по ссылке в описании, от одного доллара в месяц и выше. Выбираете сами себе уровень поддержки, получаете крутые бонусы, высвечиваетесь на моей главной страничке канала, сразу же в первой полосочке спонсоры. Благодарность вам, спасибо большое. Ну что, ребят. Новый выпуск «Хулиганы» мы начинаем. Шестая неделя на проекте началась особенно. Хулиганы приглашены в гости. И не просто в гости, а на встречу с настоящими бизнесменами и бизнес-леди. Подъехали, увидели большой дом. Деловые сосиски. Будут у нас деловые. Не знали недели, не знали направления недели. Вот это фазенда, да? У меня такая же будет когда-нибудь. Ну так официально, торжественно. И все это не просто так, а для того, чтобы понять, как участники поведут себя на публике, в непривычной для себя среде. Ведь навыки светского воспитания – очень важный элемент семейной жизни. А многие из наших героев не обладают даже элементарной культурой общения. Мадам, не пойти бы в аккаунт на... Ладно, не будем материться. У нас встреча друзей по бизнесу. А если к нам кто-то подарит бизнес, то мы тоже станем друзья по бизнесу. Это так не происходит. Пригласили, да, нас на обед. Я вот выехал за знакомство. А, все по отдельности? За вас, прекрасных, таких успешных людей. Вот так я, конечно, сарказм сказал. И что это, Лёд, и ерунда какая-то надеться. Налейте, пожалуйста, мне три топора, портвейн. А тут вообще какая-то... Это ж вино, дурблю-блю, 1987-го года. Говно какое-то. Не спонталай. Тебе, что, надо обязательно напиться? Я просто для красоты дня. Мне вообще не понравилось, как он себя там вёл. Это ложка ест. А он суп, вид, как говорят? Серьёзно, то есть видно, что это суп. Мать, это суп. И ты его решил есть вилкой. Мне это неуютно сидеть. Я покину вас. Не в своей тарелке, да? Не отвлекайтесь, кушайте. Он встал, пошёл, я езжу. Пошла за ним. Ну, вот это я бы сюда зашёл. Слушай, не веди себя, не позорище. Выпить хотелось. Иди назад, поставь. Ты чё? В чужом доме что-то взял. Но это не твоё, ты не должен отбрать. Фу, вообще просто. Как так можно? А, реально забрал? Ещё раз, ты пугаешься. Ну, короче, как дебил себя вёл. Улитки попробовать. А, теперь следующее. У нас улитки, он в палатке живёт, у Джека. А, короче, они по очереди у нас заходили. С Анфисой. Как их можно жрать? Я боюсь опозориться. Здесь как-то неправильно. Устрица. Угощайтесь. Я её открываю, а она как будто живая. Ну, она вообще-то и есть живая. Ну, ты чё? По-правильному. Она не выпрыгнет точно. Увидел, что там внутри, короче. Ну, думаю, ладно, уже раз начал, пофигу. Я пока не готова это пробовать. Кто помнит, что у нас эти ребята, двое, мягко говоря, не очень их долюбливают после того, как они выгнали пару. Извиняюсь. У меня так стыдно стало. Я просто видела, как все начали угорать от этой ситуации. Я их не умею, но сказать, что прям кайфанул. Хотя люди многие любят это. Это действительно ещё в этом плане. Какой годовой процент получается? Там дело в том, что годовой процент считает... Я стала прислушиваться, о чём они говорят. Отчёты идут каждый месяц. Ежедневно, ежесекундно имеешь доступ к своему счёту, но ты не можешь вывести. Это моё лицо, когда пытаюсь быть просвещённым в каком-то вопросе. Ну, да-да, я понимаю. А картошка будет? В течение, да, на год. И только ты тогда получаешь, например, ты либо 47% получил, либо 98% прибыли. И я понимаю, что мне вообще с ними не о чем разговаривать. И, собственно, человек сам принимает решение. Потому что это его деньги, его счёт. Потом они там начали уже с нами разговаривать. Вы увлекаетесь живописью? Конечно. Люблю, когда писю на снегу вырисовывать своё имя. Временами, конечно, не получается. Но однажды получилось. Даже точку поставил. Нет. Я знаю, есть охотники там втроём себе. И медведи, и медведи. А что вы читали? Я вообще ни одной книги... Вообще ни одной. Вообще ни одной. А почему? Ну, не хватало терпения, я вот так скажу. С книгами, картинами, театрами. Параллельные дороги как-то мы в разные стороны идём. В силу этого я не закончил тот разговор. А, по-моему... Тяжеляк. С какой-то шикарной внешности. И с такими данными надо идти работать. О, этого прям колбасит. В череп. Думаю, вот сейчас, вот сейчас этот момент будет, он взорвётся. Я просто видела, как он меняется во взгляде. Да, это видно. Ну, только от тебя это всё зависит. Я как бы сразу сказала, нет, и всё. Как бы у нас на этом тема закрылась. И, в общем, уже потом попрощаемся. Свою возможность в мире бизнеса упустили. Сейчас страшно. Вам удача. Не будешь. Спина вспотела. Тут, значит, Кирилл решил как-то скрасить обстановку, я бы сказала. И, значит, говорит. У меня Катенька была беремена. Но, казалось, поверенная беременность. Не обязательно эту тему поднимай за столом. Согласен, нахрена ты об этом вообще разговариваешь? С вообще неизвестными тебе людьми. В обществе незнакомых людей. У меня компорный сразу встал, потому что, ну, реально, я этих людей вижу. Это, типа, когда не знаешь, о чём поговорить. А вы знаете, я вообще хотел жизнь покончить самоубийством. Пообсуждаем? Типа, чего? Типа, больше других тем нету? Ну, и это у Кати беременность оборвалась. Мне кажется, лучше первую тему, да? Раз. Здесь разговор идёт совершенно о другом. Тогда если ещё раз, заводи разговор обыдно, а не серьёзно, молчайся. Ну, можно о чём-то другом поговорить? Ну, поймёте, давай. Почему ты не можешь найти работу? Так дико там, как-то обидно. Пошла ответочка называется, да? Даже стало на секунду. Ну да, чё, мне надо было чем-то его тоже тыкнуть. Чё, мне стало обидно. Ну, нет, там не найдёшь, там, типа, было тяжко найти работу нормальную, чтоб тебя не кидали. Потом у меня было лень, мне стало тяжко просыпаться полутам. Я думаю, что ты несёшь вообще, как бы. Я просто смотрела на женщину, у неё глаза становились всё шире и шире, брови всё выше и выше. Я человек открытый, ты знаешь, прямой линейный, я никогда ничего не скрываю. Просто все замолчали в этот момент. Я даже по ним поняла, что это вообще не стоило говорить. Счастливо. Нравится такое общество, где можно поговорить о каких-то высоконравственных вещах и о поэзии. Мне нравится очень сильно ещё у пастернакости, быть знаменитым некрасиво, не это подымает ввысь. Я творческий человек, тоже пишу. Можешь прочитать что-то своё? О счастье. Счастье-то в простом, не в вычурных машинах дорогих, не в красивых шелковистых платьях, в пол. Мне бейство поезда. Мне не нужны там машины, бриллианты. Она хочет такой казаться. Я задать тебе хочу вопрос. Вот ты что сейчас прочитал? Что-то там не нужно этому, нужно то самое, главное, глаза и ба-ба-ба. Ты считаешь действительно так? Вань, ты так позоришься. Нет, да или нет? Я уверен даже, что она так не думает, зачем тогда это писать. Я её знаю. Она пьётся и вся правда лезет наружу. А что я тебе говорю? Что мне не нравится, что я одна работаю, что мне это нравится. В чём тут это? Ты вообще ни разу не работал в наших отношениях. Так а чё ты с ним? Я люблю его, он исправится. Чё, дебил, вот так вот начинает на меня смотреть. И вот у меня х** взорвалась, и я не выдержал. Заданился пукан. А это можно и пройдём испытания. Что ты несёшь? Как ты вообще себя ведёшь, Вань? Да, обычно. Ну ты считаешь, это прилично? А чё ты меня засаживаешь, как будто я какой-то, не знаю, на шее у тебя сижу? Вань, ты так позоришься? Нет, да или нет? Да или нет? Тихо. Ты позоришь, что он мне такой выстрелил? Пошёл вон отсюда! Просто не наезжу тебя, ясно! Неправильно она себя повела. Она начала говорить, потому что... Ну стихи решила она читать нормально, что ей машины не нужны. Вообще, ни стыда, ни совести. В стихах надо писать только то, что ты реально думаешь. Хочу машину, бриллианты и колье. А самое идеальное, я такой п***й, который не работает дома и унесу на шее. Конечно, ей стыдно. Тебе не стыдно, ты сидишь с наглой рожей, просто это матом. Ты что, не будешь? Ты что, не будешь? Да? Да. Вот и поговорили. О, так она ещё любит помахаться, я понял, да? Не идёшь! Ну я вот таких вот, честно, вообще не люблю. То есть для меня и женщины не имеют права поднимать руку. А если ты поднимаешь руку, то не удивляйся, что тебе тоже прилетает. Потому что если давайте подробно мыслить, многие за что? За равноправие, правильно? Поэтому можно отвечать. Нет, нельзя. Ну это тоже поведение, мягкая. Если ты понимаешь, что с человеком не по пути, ну нахрен разошлись и всё. Ну в мире миллиарды людей, даже не сотни, не ты, не миллиарды людей. Ну точно кого-то можно себе... Нет, зачем? Если можно помахаться с ним. Ну не интересно, вот меня смотрит много девчонок у девчонки. Как вы считаете? Девушка имеет право парня бить? Мужа, не важно, вот бить. Ясно, что все ответят, что мужик женщину бить не может. Хорошо. Даже не обсуждается и так далее. А вот женщина имеет право бить мужа? Вот очень интересно. Вот увидеть процентное соотношение. Ну, отвечу для себя. Для меня нет. То есть для меня любое рукоприкладство, не важно с какой стороны. Типа, всё, ребята, у нас полная жопа, если это не решается, до свидания. Но я уверен, что есть те, которые могут сказать, ну да, если заслуживает. Вот интересно почитать. Либо всё-таки много с моим мировоззрением. Сейчас такие пары сидят. Я считаю неправильно. Он такой, да ладно, а что ты мне вчера в морду дал аляпасом? Коля, не начинай. Чен сказал, так неправильно. Больше такого не повторится. Моя культура не чавкать там, не пукать, а такое. Я очень культурный. Что ни на есть культурный. Когда мы бухаем, кто самый культурный? Водку наливаешь ты культурный, значит. По сути культурный есть, то, что он бухажет за своей дамой. Друзья, прошу вас воспринять эту неделю очень серьёзно. Этот бранч был устроен не просто так. Люди, которые на нём собрались, наблюдали за общением внутри ваших пар. Каждый из них оставил свой отзыв. Сейчас сидели хихихаха, а эти книжки читал. Как бы подопытно хмушает меня, позабесило. Виталик, вот этот пусточек, когда, знаешь, не просто ты не культурно себя показал, а вот простым до ужаса. Вот когда простота, хуже воровства. Я её открываю, она как будто живая. Ау! Я пока не готова это пробовать. Считает простоту как плюс у себя. А я соглашусь с мнением этих людей, что он чрезмерно прост. Не всегда меня это не парило. Здесь тоже могу не париться. Поверхностно к ним относимся, особенно после вот этой вот ситуации. Завалитка с Катюхой, короче. Огласите имя пары, которая уходит с проекта. Валик и Катя. Ну да, из этого не взлюбили. Она же спрашивает, да, типа кто? Из этого помню, что я говорил в прошлой серии. У нас есть два варианта. Либо это, либо следующая неделя никого не выкинут, оставят. Либо должно что? Прийти ещё одна пара, чтобы уравновесить выгон одной парой. Весь коллектив будет говорить Насте и Виталию. Только так. Максим Ир, вы не смогли поддержать ни один разгонок, что, собственно говоря, чревато деградацией. Вы увлекаетесь живописью? Нет. Я знаю, есть охотники, там втроём сидят, и медведи, и медведи. Я думаю, кого-то просто не загонят. Я думала, мы на слабенькую четвёрочку хотя бы, но судя по тому, что в Виталии, это было не выше тройки. О книгах мы поговорили. Мне посоветовали прочитать русскую классику. Я не думаю, что она мне будет интересна. А ты пробовала? Нет. Что такое русская классика, скажи мне. Максим, ты вообще ни одной книги не прочтала. Вам просто неоткуда брать ресурсы для развития ваших отношений. То есть интеллектуально вы не растёте, и отношения не растут. Чё ты никак не скопли? Я с ним утухла. В театре я была последний раз года 4-5 назад. Максим, мне третий год. Да, он не ангел. Ну, в себя тоже нужно заглядывать. Я надеюсь, что это будет толчок к тому, чтобы вы начали развиваться дальше, чтобы не кто-то опускался до кого-то. А наоборот, второй поднимался вверх. Да, я за это осознаю. И культурно просвещаться тоже нужно. Пара, в которой партнёр зацепил личные отношения и вынес их на общее обсуждение незнакомых людей, это Кирилл и Катя. Нормально сидел, общался. У меня Катенька была беременна, но оказалась прививанная беременность. Не обязательно эту тему поднимать за столом. По отзывам, непосредственность твоя выглядела как непосредственность пятилетнего ребёнка. Да неприятно, меска. Пятилетний ребёнок. Как вообще можно было до такого додумать? Извиняюсь. Можно немножко фильтровать. Принято, как, а, извините, это после фанты. Да вот мне серьёзно кажется, что это мой сыночек, а не мой парень. За Титьку, за мамки, он схватился и болтается на ней, я не знаю. Короче, меня это, блин, себя грузанул, убило, расстроился. Илья и Ангелина. Вас назвали парой асоциальной. С вами не асоциальной. А чё это в двоём сидели? Вода какая-то нанита. Чё, в чём надо обязательно напиться? Я просто показал для красоты дня. Ты не произвёл впечатление мужчины в паре. Я понимаю, что они пытались донести, и я с этим согласна. Никаких проблем нету. Всё нормально. Не могу понять, чё здесь смешного? Цирка, чё? Иди в цирк работай, клоуном, раз тебе так нравится жить. Вот он меня бесил, бесил, и скопилось, скопилось, и вот всё, и взорвалось. Приехали меняться, ну старайся, он ничего делать не хочет. И сейчас ты опять обвиняешь его. Вы обвиняете друг друга и не ищете проблемы в себе. Илья, привычное поведение уходит. Ангелина, своё привычное поведение. Вам нужно сосредоточиться на самих себе. Постоянно я почему-то тянусь, что-то пытаюсь делать, а он постоянно... Ой, да-да-да-да, ты такая прям святая. А он засранец полнейший, но ты, боже, прям крайне прикладывай. Отдаляется. И излечить можно. Теперь пускай он тянется, я больше ничего делать не буду. Мне важнее... Так если у тебя такой подход, ты ничего делать не будешь. Что нужно сделать? Правильно сказать, всё, наши отношения окончены. Быть самим собой. Но нет. Как ты оцениваешь своё поведение за столом? Пять минусом. Угар абсолютно незнаком с правилами поведения за столом. Я не знаю, почему они этот бред не следят. На улитки попробовать. Как их можно жрать? Так считаю, что он культурный. Со стороны, наверное, себя не видел, как он вообще выглядит. Отметили также, что у тебя чувствовали некую агрессию. Смотреть на красотку мою. В этой шикарной внешности. И с такими данными надо идти работать. Ему хотелось в череп. Когда он показывает агрессию на людях, мне за это стыдно. Когда бы тебе в последний раз было за него стыдно? В первый день очень мне было стыдно. А чё? Я просто, ну, действительно, ничего не помню. А он не помнит? Только всё из раскатов, всё отрывком каким-то... Если ты чьего-то не помнишь, я могу тебе показать. Покажите, пожалуйста. Полыну свою достала, начала отливать, куда попала. Кажема, позор. Господня, какая-то шутка. Просто он мне так хотелось рыдать, плакать. Мне настолько было стыдно, что мне хотелось провалиться за него. Это я увидел первый раз. Себя со стороны. И это было не лучшее шоу. Я сказал, что нет, меня! Стыдно мне, конечно. Я трезвый, так заключение делаю. Кроме алкоголя, к чём заключается твоя проблема? Наведу я себя там отвратительно. Как мне она есть, первобытный человек. Поведение реально животного какого-то. Неадекватного человека. Родился в станице вообще там. Все так на нахерке исполняют. Я это наглядно видел. Это, видимо, в подсознании осталось. Хочешь ли, чтобы так всё закончилось? Нет. Ни в коем случае не хочу. Надо работать над собой. И тем более вообще никогда больше себе не позволять. Пить за грань. Ну да, мне для себя нужно. Снять миру? И для своей женщины. То есть и вообще для подрастающего моего сына, чтобы я был для него примером. Я бы хотела, чтобы это был последний день, когда Вика стеснялась появляться где-то с тобой. Девушка, которая всё-таки решилась прочесть свои стихи на бранче, это Катя. Да? Стихотворение, которое тронуло вообще-то всех. Мне сказали, что у меня хорошая подача стихотворений, и всё хорошо. Вань, ты знаешь, очень метко о тебе оставили отзывы. С Ваней тяжело выстраивать диалог. Конечно, метко. Она там засадила меня. Я стишки читаю, а он дебил. Вот так и был. Я такая образованная, вся хорошая, глазками пощёлкала, и всё, они на меня смотрели, как волки. Я не знаю. Вань, а стихотворение-то тебе как? У меня она тоже изначально тронула, когда она первый раз в жизни, когда я вообще не знал, прочитал его. Она так читает, как будто это она так живёт. Это неправда. Мне вот это враньё бесит. Да блин, откуда ему знать, что она туда вкладывает, что не вкладывает? Ну, с другой стороны, это стихотворение. Ты можешь там о чём угодно писать, и не обязательно о своей жизни. Насквозь знаю уже. Мы начали жить вместе. Начал понимать, какой она человек. Ну, вот меня раздражает вот этот показух и чепуху какую-то впаривает. А скажи, зачем ты со мной живёшь? О, вот хороший вопрос. Вот согласен. Вот хороший вопрос. Мужик, ответ? Нет, я тебя люблю. Потому что я тебя люблю. А правда? Ну, блядь, просто вот так вот и живём, блядь. Поступки о другом говорят. Процессы, когда мы с ней встречались. Однажды она... Не было бы так смешно, как грустно, блядь. Ну, так вот, ну, реальность. Вот это наша реальность, блядь. Жопа, а почему вместе живёт? Ну, я его люблю. Не, ну, тогда да, согласен. Можете помахаться. Полетел в Москву какому-то... Он ей оплатил самолёт туда-обратно. Она прилетела, они поехали в ресторан и поехали в номера по раздельности. Ну, что за бред? Серьёзно, блин, по разным номерам, да кто-то поверит, я не знаю. Понятно тебе, почему он лупит, естественно. Я тебе изменила, вот так ты хочешь сказать, и чё будет? Чё ты мне тут ручком с вами машешь? Нет, не изменила, и ты прекрасно не знаешь. Ну, зачем ты так говоришь сейчас? Чтоб ему больно было, чтоб он понял, скотина. Просто бесит вот это вот. Он будет мне по миллион раз дать этот вопрос, будет слышать отрицательный ответ, но он будет думать так до конца. И меня это очень всегда сильно ранит, и меня просто это вымчало. Ты себя таким хорошим выставляешь, расскажи лучше, где ты был, чем ты там занимался. Потому что потом ты мне приходишь, на утро и рассказываешь, ой, чисто случайно, я спал, тут присыпаюсь, а у *** сосёт какая-то тёлка. Вот это классно, да? Я же её убрал. Ну, я же её убрал, а вот это... Мне такое рассказывают, ну, нормально. Да я же 500 рублей никому не показывал зато, ясно? Ты дебил, Ваня, ты просто дебил. Боже мой, боже мой, блядь, что происходит? Вот с этим, вот просто, он присылает ей 500 рублей. Ты знаешь, блин, какая у меня жизнь на ситуации, сколько раз я из дома, блин, уходила. Сейчас у нас неделя культуры, и вы начинаете её потрясающе. Феноменально просто. Сцена была отвратительной. Катя криком пытается привлечь внимание. Один лучше другого, блин. У меня-то сосало, но я её откинул. А я за 500 рублей и письку показывала. Что происходит? Что это за трэш? Сделать так, чтобы Ваня её слышал. Ваня, в свою очередь, замыкается. И уходит от проблемы вообще. Катя и Ваня, чду вас для личного общения. Услышали меня? Да. То, что как-то можно спасти эти отношения. Я не верил в это вообще. А давайте, знаете, с чего начнём, ребята? Вы требовали на проект, на который приезжает пара. Как бы сейчас вы не бунтовали внутри, мне нужно от вас желание и обещание того, что вы будете идти навстречу друг к другу. Она нас ждёт, как я поменяюсь. Ну как, я должен меняться? Если я уверен, если даже я буду меняться, она не будет меняться 100%. Я не могу меняться, когда человеку это не нужно. У него вообще полное безразличие на всё это. Ему просто пофиг. Родители, вот сейчас в семью поссорился из-за тебя. Надо было тебя вообще послать, ясно? Хочу в это верить, что я не дорожу этими отношениями. Вот и понавалили. Я даже заставляю себя так верить, думать. Мне так легче отпустить человека. Предательственного быть. Ну где-то год четыре назад развод в семье произошёл. Я боюсь, что у меня кто-нибудь нож в спину ставит. Как, блин, мама, папа. Она ему изменяла, семья разрушила. И они все по разным сторонам ставили. Ну как не родные. Не хочу я такого, такой семьи. И поэтому у меня такая боязнь, где я не доверяю. Я не ожидала, если честно, что у него будут слёзы. Ну это меня шокировало. Но я просто, наверное, не думала, что это причинило ему такую же боль, как мне причинила боль моё детство. Когда он уходит, я не могу себе позволить, чтобы он ушёл. Так же делала моя мама. Только у меня не было возможности так её остановить, там, вцепиться в неё, чтобы она не уходила. Не думал об этом, что я действительно так больно. Сейчас, когда она это рассказывала, я реально прочувствую боль на себе. Мне сейчас главное услышать от вас, что вы готовы работать со своими проблемами, со своими отношениями. И тогда мы будем разбирать поочерёдно и залечивать все те травмы, которые внутри вас есть. Это интересно. Вот это самое главное просто. У тебя есть ко мне вот какие-то чувства любви вообще? Нет. Какое-то, точнее. Какое-то есть, Катюша. Ну какое-то, это сколько процентов? Бля, боже мой. Скажи мне в процентах. Я хочу знать в процентах. Это сколько в процентах? 13, 15, может быть 18. А почему 18, а не 20? Да. Сколько, сколько, 100%. Боже мой. Мы сегодня прямо услышали друг друга. Какие дебильные вопросы. А на сколько процентов ты меня любишь? А-а-а! Спросил. Как знаешь, такое счастье. Прям как скала с горы. И прям так радостно было. И так весело просто. Я убедилась, что у пар напрочь отсутствует культура поведения. Есть. Она не выпрыгнет точно. А по-моему, да. У меня Катенька была беременна. Не обязательно эту тему поднимать за столом. А человек с низким культурным уровнем не может построить высокие отношения. Поэтому на этой неделе мы будем работать над этим. Кто шагает дружно в ряд? Это наш подряд. Я сразу подумал, что будет какая-то коллективная. Пока не понимаешь. Там меня задал преподаватель. По его осанке сразу было понятно, что он танцует. Каждый культурный человек должен уметь танцевать. Вот это вот не понравилось. Люблю потанцевать. То есть не танцуюсь, значит бескультурщина, да? А кто танцевал в вальс когда-то? Никто. Никто. Вот это вот беда. Это действительно будет трудно. Ванильная ***, но она мне нужна. Хочу себя видеть идеальной женщиной. Вальс – это эталон культуры. И каждый культурный человек должен знать. Это танец. Доверять. Поддерживать друг друга. Это все нам сегодня предстоит сделать. Прошу, переодеваемся на танцы. Мы одели красивые в вальне платья. Вообще, короче, понравилось, как я выглядела. Вот такие штучки всякие, веселье такие прям. А платье у всех одинаковое, да? Такие тоже все прикольные, нарядные. Чудо-нарядные штаны Аладдина. Глапти-гонщик. То есть такой прям секси, короче. Это выглядело в общем? Ты не вписываешься. Был бы раз я не знаю с собой в этом. Если, наверное, были люди, наблюдали со стороны, увидели первый раз его, они бы даже не подумали, что это какой-то гопник непонятный, необразованный. Попробуем вместе. Да куда там? Почему? Пробуй с другим. После рекламы. В тянут, Кирилл. Нет! Ты давай лучше введение рассказывай. Она не ведется, короче. О, у нас будут скандалы, интригеры, расследования. Этот, конечно, ревнивый до усрачки. Вы смотрите, как меняются хулиганы. Прямо сейчас парам предстоит научиться танцевать вальс, а в процессе наладить доверие и взаимную поддержку. Попробуем вместе. Да куда там? Почему? Пробуй с другим. Поведение тупорыва непонятное. Ревность очень, сын, и поняла, что человек не особо меняется. То ли не видит проблемы, то ли делает вид из себя дурака какого-то. Это же танец. Тут со мной будет, да, с тобой. Хорошо, тогда давай ты. Приглашаю тебя. Реально трудно даваться так в деле. Бери руку. Только тебе, чувак, нужно показывать женские движения. Бери твою. Да. Теперь делаем шаг в центру друг к другу. Раз, два, три. Друг от друга. Раз, два, три. Теперь вперед. Тут вообще элементарщина началась. Прям шаг вперед, шаг назад. А все? Поменялись? А вот че? А ты что думала, нахуй получится, что ли, или что, или я настолько, не знаю, оловянный? Просто было неожиданно. Ну, пока ничего сложного нет. Ты зачем вот так, как вы применяете руку вот так? Настя просто, мне кажется, деревянный наш. У нее руки напряженные. А дальше уже ходить треугольниками, либо по квадратам, либо по кругу танцевать. Вот, это интересно тут посмотреть. Держите свой низ живота, чтобы он был подтянут. Если только я вижу вот такое, это как я перепела называется. У меня сразу получилось. А Ваня, конечно, деревянный. Он путал там ноги сначала. Мальчики! От вас требуется больше мужества в этой позиции. Когда ваши бедра назад, это не мужественно. Когда вперед, вот это круто. Все как дебил получался. Потом начал с правой ноги, и все получалось. Я так этому порадовалась. Ну, мои там танцы, как всегда, у нас без приключений. Без всякого... Ничего не... Начали с сон. Так, что там вон, слева, справа? Да, это вообще ничего. Вперед, с левой ноги, назад. Танцевать я могу, когда пьяная. А так нет. Ну, конечно, хотелось бы тоже. Это не научиться. Ах, ты сама на него наехала, он тебе дал ответку, а потом ты такая, а что ты меня чморишь? Не пластичная, не динамичная. А когда она прям абсолютно в женском, да, в платье, да, там, сарафаны, юбки, я это сильно не замечаю, и вот мне это не нравится. Давай руку. Далеко руку. Шаг большой делаешь. Меня это бесит вообще, что я хотел наорать. Я должна сдерживаться. Мне очень тяжело. Ну, тебе вообще, ну, вот серьезно, скажи, я могу уйти отсюда, если тебе ничего, ничего вообще не нужно. Я не буду с тобой танцевать. Танцую один. Постоянно что-то делать, он постоянно только все портит. Молодой он вообще еще. Психа нет, а потом подумает. Хотя бы раз, держись, два, держись, три, держись. Я когда посмотрел на них, я понял, что на их месте может быть я. Рёжу проще сделает. Подожди, да еще раз. Я тебя крутить сейчас должен, Катя, что-то риешь. А тот уже сидит на обезглодовке. Пальцы веером. И поворот. Ра-па-па-па-па-па-па. Руки вот здесь. В позиции подготовительной. Не как тазик, а вот кругом. Мне вообще не понравилось. Ну, тихо, какая-то вообще. Ну, серьезно. Ну, не получается у меня. Не мое это. Ну, в тени живут просто и все. Ну, втянут, Кирилл. Что такие... Это... Как жестко опасать, что ты жирная. В тени живут. Вообще-то он втянут. Па-ра-па-па-па. В движении нужно же там что-то руками, головой смотреть. Там что-то вот такое, короче, делать. Что у нас получается? Девушка, вы беременны? Нет. Ой, извините, пожалуйста. Ну, это надо... Я то разваливаюсь, то не смотрю никуда. Чего ты вот нервничаешь? Типа все, я тупаю. Мне не получается. Это уже, знаешь, была бомба. Она уже тикала. Просто последние 10 секунд оставались. В тот момент у меня прям перед глазами появилась Анна, как Дева Мария со славянным Кириллом. Мотивирую ее. Давай заново, не спеши. Кирилл меня начал успокаивать. Прикинь. Ну, давай-давай-ка. Ну, ладно. Ну, ладно. Мне что-то понравилось. Это очень хорошо помогает терпению. Либо ты сейчас выйти опиши, ты будешь победителем. Либо не выйти опиши, все разрушится. Я видел, что у кого-то что-то не получается, у кого-то что-то не клеится. У нас викули все хорошо получалось, все клеилось. Он как бы взял себя в руки и вроде достойно, нормально станцевал. Кроме того, что вы, партнеры, должны вести свою партнершу, партнерши должны слушаться. Она вообще сама по себе танцует, как будто меня нет. Убегаешь, Настя, куда? После меня, крузись, а не там где-то. У меня что-то в диагональ ведешь. Настя мне два раза каблуком на палец наступила. Один раз она меня выбесила. Ты долго делаешь круг, меня ведешь. Мне уже хотелось искать, ты меня бесишь. Но я так перетерпел. И дальше все заново, заново. Три, раз, поворот. И поворот, поворот, поворот. И другую раз. Вонак, быстрее, раз. Что-то пошло не так. Я не могла понять. Сколько раз там надо прокрутиться, чтобы встать в ту козу. Делаешь раз-два, встаешь и пошли. Лучше веди, а не рассказывай. Она не ведется, короче. Вести это не значит рассказывать. Фу, тяжело. Она включает лидера. Я ей пытался донести, что я должен вести. Я не могла ему отдать эти бразды правления. Ты смотри, мужиком он хочет быть. Нормально, блин. Сысь, что решил он, а? Кручила, я понимала, что я кручусь сама. Раз-семь уже, наверное, там мне подлетало. Попытался его успокоить. Давай, я тебя доверну. Ты доверься просто. Раз, два. Чего сопротивляешься? Я не сопротивляюсь, чтобы не упасть. То есть я ее поддержку какую-то, а она так сократилась, как будто я, не знаю, 33 килограмма вешу сейчас, не поймаю, а она об асфальт ударит. Серьезно, ты почему мне не доверяешься? Ты не вернулась, наверное, доверяешься. А ты меня прям утопила, я тебе серьезно. Мне было неприятно это в плане того, что ты настолько мне не доверяешь. После самого такого тяжелого момента, ну, срокоприклассом связанного, я его очень долго не могла простить. Мне кажется, до сих пор доказания простила. Полностью, вот как раньше, я не могу на него полагаться. Он на меня просто... Отвечает, вот стоит и вымораживает. Вот из-за валенок перед ней какой-то стоит, она и... Я удивлена, что обычный урок танцев превратился в эпицентр конфликта. И причина этому недостаточный запас терпения у парней. Следующее испытание должно им помочь осознать свои ошибки и укрепить выдержку. Мы перед собой увидели Академию искусств. Ты что, с голыми будут стоять? Раз был в такой обстановке. Ну, просто смотрел, любовался вообще, да, вот этими скульптурами. Везде мужики голые писки, мужики с писками, с какими-то микроскопическими. Мы зашли в этот кабинет, там много тетик сидит. Так насторожились, типа, что сейчас будет? Час-таки раздевайтесь. Ребята, ваша задача сегодня, как вы видите, быть натурщиками. Вы должны будете сохранять позы античных статуй. Справитесь. На горе стоит статуя. У статуи нету. Класс, рисовать нас сегодня будут. Забавно, интересно. Это все легко. Интересно, как изменится мнение хулиганов, когда они поймут, что для создания настоящего шедевра им придется стоять неподвижно несколько часов. Ну что, парни, проверим ваше терпение. Так, ребят, а ну-ка скажите, какие вы знаете древние позы? Мыслитель. Что еще? Бицуха. Вот я вот лежачую позу хочу. Все думали, да, сейчас налегке проедем. Сядем как минимум два, посидим. Вы должны будете повторить все то, что нарисовано на картинках. А повтор? А вы мне. А вы всем. Кто меня рисует? Ты меня рисуешь? Отлично. Я так и хотел, что меня рисуешь. Давайте, поднимай капец. Ручку. Да. Да. И смотри одухотворенно туда. Отлично. Историю вот когда читал, там, ну, вот эти египтяне, там, вот это Галли Лео. Его же статуи делали, он же, наверное, тоже так позировал. И мы вот на подобе, наверное, таких были. В левую руку лук. Только как будто ты не просто держишь, то есть попробуй сымитируй движение, что ты как будто стрельнул и вот так вот и зафиксируйся. Живота нет нарисуйте. И пресс здесь в кубике. На картинке было, что я несу голову, у меня тут балахон лежит, в этой руке меч. Ты в этой руке держишь трофей. Повыше подними, ты же гордишься. Сама картина такая прям интересная, да, так скажем. Тебе нужно присесть, посмотри, как там. Вот, отлично, отлично. Все, погнали. Но долго ли продержатся хулиганы, узнав настоящую цель испытания? Испытание называется терпима. Вытерпи, все просто. У меня аж кость как будто отошла. Слышишь, с меня пот течет прям из-под лапча. Дождитесь. Ну да, держать еще руку на весу, это непросто, если в руке еще что-то есть. Короче, испытание не на то, чтобы тебя нарисовали, чтобы ты не обматерил. Вы смотрите, как меняются хулиганы. Парни выступают в роли натурщиков. В ходе этого урока они должны укрепить свою выдержку. Но, похоже, с каждой минутой это удается им все труднее. Все, погнали. И левую ногу попробуй дальше отставить. Поднимай правую руку. Олимпийские игры типа, да? Я хочу уже кинуть его. На какого-то врага, на хищника нападаешь. Ты должна быть такое лицо, понимаешь? Сколько можно нападать? Сейчас съедят. Пожалуйста, напади еще раз. Возди в опцию. Мне не нравится. Баба. Она должна закрыть рот свой и молчать. Ты рисуешь ноги, тебе какая разница, с какой у меня руки? Я должна видеть выход мышцы твоей. Давай я буду в посохе лучше, чем с копьем. Ратан, возьми камешек, вот этот шарик. Знаешь, какой-то тяжелый. Ты знаешь, как трясет еще? Слышишь, с меня пот течет прямо из-под локтя. Мы туда шли, мы даже не понимали и не заморачивались, вот так тебе скажу. А в итоге встань, возьми этот шар. Что я с ним еще? На минуту, что ли, дочитал меня, начало кондачить вот так вот. Я хотел этот шарик кинуть, но... У меня просто плеча нет уже. Ты понимаешь, что я просто уже... Рука сама, автоматом, начинает падать. Это меня аж кость как будто отошла. Даже кадык перегнуло. Это же рука отнимается. Ну я 120 секунд максимум выдержал, и мне тоже... Труситься весь начал. Что за изнасилование? И на туршечке все так стоят, Шера? Да. Это вообще самое простое. С мячом стоять. Скоро там руку? Да. Я не могу, она сейчас оторвется у меня. Только взял их в руки. Как пушинки были, килограмм-полтора от силы весит. А потом, когда замирал, с каждой секунды все тяжелее и тяжелее. И уже я держал не просто руку, а как будто мне давило оттуда небо. У меня как будто каждая клетка тела, короче, потело. И когда у меня начали ладошки потеть, я уже не удерживал этот диск. А, упал, подожди, пожалуйста. Будет тебе с правой руки? Нет, нет, не надо. Ну тогда давайте держать. На Максима я посмотрел, у него аж здесь тромба выскакивает. Что-то мне эта армия опять напоминает. Я не предполагал, что она будет настолько тяжелая, я вот так скажу. Но получается не только физически, ты сам себя настроить не можешь на это усить. Нет, ну он физически крепкий, пацан. Ты концентрироваться не можешь. Это вообще жесть, я тебя отвечаю. Готов? Нет, давайте минуту. До отдыха. Бугар. Сейчас пятки. Но ты принял не ту позу, которая нужна. Ты чувствуешь, что ты устал? Быстро отпустил, кровь отошла, поднялся дальше. Но делаем это тихо, молча. А все, что я слышу сейчас, это нытье. Испытание называется терпила. Вытерпи, и все просто. Ребят, давайте так. Первый, кто бросает, кто выходит из позы, его художница прекращает рисовать. Раз, два, три. Позу. Уже соревнования пошли, да? Уже устал, еб**. Копьем выгон. Тихо, ну, уже один еб** не получается. В общем, сам-то недоволен, что еб** так. Мой настрой меня подвел. Ну, и как бы, как обычно, всегда, чик-чик-чик, и скинулся. Я отказываюсь от этого еб**. Я что, еб**? Что? Ты не еб**? Я не удивился ни капли, что первый ушел Илюха. Потому что что-то у него фигово на неделе началось. Мне кажется, у него каждую неделю эта фигова выйдет. Я просто на него... Ну, как, тогда ты отказываешься. Все. Все бросить и убежать просто хотелось. Всех. Я уверен, всем этого хотелось. Максим! Это смешно. Я начинаю это так вот просто. Как бы байк. Кажется, это со стороны что-то легко. Не легко. На самом деле, это не легко. Ваня, руку. Кирилл. Я и так держусь больше всего. Давай ничего достану. Тогда подними меч и все. Хватит жаловаться. Вроде мужики должны терпеть это все до своего рода. Выдержать. Нет, ты все переводишь это все на ха-ха как-то. Макс. Да. Да, не годится. Прекращаем работу. Конечно, я не ожидал, что *** так выпрыгнул из колеи. Думаю, ну уже неплохо. Думаю, что там, Ваня, Виталик сейчас быстро *** не сдаются. Какие-то моменты терял, вот какое-то самообладание. А потом в себя обратно приходил. Силы появлялись. Не понимаю, в чем задача. Реально, кому попадет сильно. Наверное, что? Я думал, это все-таки испытание, выдержка, терпение. Поэтому и стоял. Руку выше. Еще и немножечко отведи ее назад. Ну, как по мне, только Илья больше всех там. Прекращаем рисовать Кириллу. Как я могу через себя переступить, если не хватает ступо сил, ты держишься долго, в общем. Виталик, убери руку с бедра. Правую руку. Прекращаем рисовать Виталика. Ваня дольше всех простоял. Вообще, я думаю, самая первая поза была. Да у него самая простая поза была. Может быть, он терпеливее, что ли, я не знаю. Может, он стоял как-то так. Нет, поза несложная. Я смогу достать. Если сравнить с другими... Я считаю, я не справился. Надо было до конца достоять. Так-то я сдался. Какая разница всех больше? Надо было до конца достоять. Я бы преодолел, если бы рухнул просто. Ребят, это был урок не оппозирования. Отношения – это ежедневный, кропотливый труд. И одни из самых важных качеств, которые нужны – это самообладание и терпение. И держать себя достойно, как мужчина. Каждый из вас проявился сегодня в этом задании. Так, как привык в своих отношениях. Всегда возникает масса отговоров. То тяжело стоять, то слишком тяжелый инвентарь. Но вы согласны, что в жизни все намного тяжелее и серьезнее? Все трудно. Терпеть ее тупости. Это ее последнее слово. Ну, так испытание. Когда она любит, да, последнее. В принципе, понял, но... Мне уже трудно сказать ангелин, ты зачем? Найти, в общем-то, здесь вот эту параллель. Типа, вот вы стояли, это как ваши отношения. Ну, то, что им это как-то дойдет, они прям сильно поймут. Не сказал бы, что это было лучшее испытание. Я так сделал, почему? И ваши действия, что самое главное, влияют на чувства близкого человека. Я очень надеюсь, что вы вынесли урок из этого дня. Спасибо. Поможете. Быть выносливым морально, вот и все. Я однозначно буду стараться с этим носом. Терпение добавилось так. Плюс 20 терпения. Новый день. Сегодня на кровати мы начали конверт. А, конвертики, конвертики. С моей кровати. А ну отдай. А ну отдай. С моей кровати. Я его взял, открыл. Ух ты. Приглашайте. Это будет. И чересника, конечно. Мы приглашены на тусу, короче. Приглашение. Ура! Вечеринка. И там еще была такая графат дресс-код. И бах. Загвоздка. Что за слово? Непонятное английское слово. Дресс-код. Фестиваль. Чего? Атир. Атире. Атире. Часа три. А я английский. Фестиваль. Чего фестиваль? Там фестиваль пива, фестиваль драконов китайских. Красок. Может, туда голым надо идти? Фестиваль Этая. Дресс-код для праздничных неформальных вечеринок. Следует одеться максимально нейтрально, но празднично. Максимально нейтрально, но празднично. Это из нас английского языка, мы нифига не поняли. Но так как неделя, типа, о культуре нет, то мы подумали, что... Культурно надо одеться. Празднично нейтрально. Ну, это, наверное, подсказка в розовое во все одеться. Фестиваль нарядов, короче. Что-нибудь самое яркое, да, типа? По солидолу одеваемся и поднимаемся. Мне сразу надо одеться в солидное, что ли, как-то объяснить, как в людей, да, пойдем. Короче, я знаю среднячок, что нужно одеть и что везде прокатывать. Короче, у нас готов собираться, все. Я никогда не выглядела хуже всех. Мне даже на свадьбе хочется выглядеть красивее невесты. Я в этом платье буду нормально живу, Ирка? Что-то мне кажется, прям праздничным нужно одеваться. На Вике было спортивное платье. Я и без их советов знаю, как нужно на вечернем выглядеть. Он браслет праздничный, сережки праздничные. Вы все, а я тут прекрасней всех, да? Безвкусно одеваться, значит, на рынке какую-нибудь не купят. Я делаю платье, которое мне нравится. Я делала шорты, кофточку, ну и пиджак взяла такая, типа, ну, как бы все как полагается. Классическая была одежда, которая была бы уместна везде. Девочка, как на красную дорожку. Надела платье синего цвета. Да все были одеты нормально, красиво были одеты. Все круто выглядит, прям шикарно. Блин, вот сейчас будут ржать, серьезнее. Сейчас там какой-нибудь обычный. А мы тут вырядились. Ну и что вырядились? Я могу на улице пойти. Я решил среднячком одеться. Макосины одену сейчас, короче. А, это не заоделся? И какую-нибудь полу. Все. Везде канает. Ты в клубы. Где она, только не катит. То есть не было такого заведения, и меня не впустили. Прямо на деловую встречу. И не спортивный, и не пластик, а чисто средняк. Эппо, пацаны одеваются. Был красавчик. На любую тусу ворвусь. Не, ну вот здесь еще как-то постельнее. Максим тоже оделся нормально. Нормально, вот. Недалек. Мне хотелось чего-нибудь такого, типа легкого, ненавязчивого. В сандалях. Рубашку сверху джинс постелил. Боже мой, Виталька, блин, я серьезно. А, что зато ножки дышат. В колхоз спать. Вот я вижу, что все как-то, а, что одевать, а, что это такое. На них не собирался заморачиваться. Сходил в душ. Одел джинсы, тапки и футболку. Прям стиляем. Ну, этот рубашечки, белый штанишка, вот тут черные рубашки. Девушки. Мне вау, прям выглядели. О, что там выглядела, аж жесть. Отличные девушки, комплимент, выглядела, аж жесть. Не, ну, в смысле красиво. Выглядела, аж жесть. Если, в общем, в целом заценить мальчиков. Достойно, выглядели красиво. Как настроение? Отлично. А Бугар переодел в тайнецку, да? Ну, проверено, что куда-то, ну, пойдем на вечеринку, что мероприятие такое светское. Ну, это уже нормально в Бугарах. Все вы получили приглашение на вечеринку в стиле фестивал-тай. Но в таком виде вы туда не пойдете. Я там вообще не знаю, что происходит, короче. Смотрите далее. Внимание, полиция истиля. Ого, Господи. Невероятное преображение хуликанов. Такими вы их еще не видели. Ощущения какие. Типа я какой-то вообще там супер деловой. Хочу всегда выглядеть. Такой элегантной, сексуальной. Я прям глаз отрывать не могу, честно. Не пропустите. Короче, задание было в том, не важно, как ты оденешься, вы тебя оденете. Ну, по-другому. Окей. Вы смотрите, как меняются хулиганы. Все вы получили приглашение на вечеринку в стиле фестивал-тай. Но в таком виде вы туда не пойдете. И тут залетают люди в черном. Внимание, полиция истиля. Все, что вы надели, будет использовано против вас. Ох, я. Вот они такие все на стиле. В очках лакостах выбежали 30 пар. Все одинаково одеты. Показали нам свое удостоверение. О-о-о-о. Полегче. Ну, прям удостоверение. Это ты что, ни фотографий ни хрена нету. Капитан полиции, что ли, стиля. Смотри, реставрами. Какие вообще крутые парни. Сюда руки. Я тоже такие банки хочу. Что-то было прикольно и смешно одновременно. Вот и потом каждого по парам начали уводить в дом. Это кто? Ребят, вы сегодня получили приглашение с дресс-кодом Festival Time. Это праздничный вид. Я пригласил фокус-группу, которая выскажет свое мнение по поводу того, как вы оделись на эту вечеринку. Господа, они ваши. Мне кажется, это ночнушка, в которой спят. Ну, это бред какой-то, если честно. А это похоронная рубашка на похоронной похоронной похоронной. Мне кажется, основная задача, типа, выбесить их и получится или нет. Бомбанет ли их, чтобы на них наехать? Ну, чушь какая-то. Я думаю, да. Ваша майка больше похожа на удлиненный купальник. Бабуля, может быть, это ваши года были, это купальник. Да, но мужчине я бы порекомендовал бы, конечно, все-таки рубашку. Ну, я это без соплей его знаю. Ну, это веселенькое платьице на девушке. Стиль приемлемый в доме культуры какой-нибудь деревни. Ну, я не могу это слышать. Ваша одежда подходит к знакомству с родителями. Короче, пытаются вывести на эмоции. Здравствуйте, я с вашей дочерью не спал. Я вот одеваюсь, как мне по кайфу, да, и я думаю, что по*** мнение людей. Меня совершенно поразила ваша обувь, когда вы вошли сюда. Не представляю, куда можно в таком идти, кроме пляжа. Эта юбка, она коротковата. То есть вы решили без трусов идти? В смысле без трусов? Подняла руки, потому что пиджак длинный покрутилась, чтобы он увидел, что это не трусы и не юбка. Я бы просто сказала, что это вульгарно. Я прошу не обижаться, но вы знаете, длинные ноги в ярко-красном, привлекающем внимание пиджаке, воспринимаются как работа на Тверской, простите. А вы рядом с ней смотритесь, простите, как с утенем. Идеальная пара. Тем не менее, на все вот это мнение мы выглядели гармонично. Он сочинял, а я проститутка. Мы должны правильно себя как бы преподносить обществу. Там, если даже с манерами хромаем, то хотя бы правильный вид должен быть однозначно. То есть я хотел бы этому научиться, хотел бы нахладаться. Поскольку одеться на вечеринку в соответствии с дресс-кодом у хулиганов не получилось... А что они всех показали? Некоторые были нормально? ...в этом он поможет стилист Алексей Сухарев. Но готовы ли участники выйти за рамки своих стереотипов? Сегодня я хочу, чтобы мы проанализировали ваш внешний вид и определили, в каком направлении вам стоит двигаться и развиваться. Это какие-то будут опыты, сейчас эксперименты. Он был рад видеть этого чувака, я его видел по телеку, а тут я с ним целую и стою. Эти вещи не имеют никакого отношения к какому-либо дресс-коду. Это скорее сбегать за хлебом и все, собственно говоря. И, может быть, с собакой погулять во дворе. Максимум. Пофиг. Ощущение, что тебе вообще на жизни все пофиг. Думал, что в этом, наоборот, и фишка. Фишка в отсутствии фишки? Ну да, просто тем. Я могу в трусах ходить. Нет, ну это, конечно, здорово. Можно и без трусов ходить. И тоже будет определенная эмоция у людей. Но мужчина должен выглядеть таким образом, чтобы, во-первых, никак не дискредитировать девушку, которая идет рядом с ним. Потому что можно подумать, что... А это же стилист постоянно, да, ходит в пиджаке, который, блин, на пять размеров больше. У него большие проблемы со вкусом. Мне там Настя говорит, типа, ты такой ходишь. Штаны, пиджак у него. А я уже не понимаю, знаешь что, что это ненормально. А теперь уже начало задуматься, что... Да, моя простота, это, ну, там, может, для меня удобно, но для других не очень. Я предлагаю начать, в общем-то, наше преображение сразу с места в карьер и посмотрим на вот такой вот классический вариант. Ну, вообще, он смотрелся, как бы, в целом, плетко. Ощущения какие? Типа я какой-то вообще там супер деловой, такой важный. Захотелось прям четко, хорошо все говорить, подумать, прежде чем сказать. Хотел бы, чтобы Настя увидела, чтобы родители увидели меня в таком виде. Гордость, может, за меня какую-то почувствовать. Потому что сейчас я в глазах какой-то раздолбаю, по-моему. Вот это платьице. Оно уникально, потому что оно сочетает в себе качество сарафанчика для трехлетней девочки и в то же время имеет отношение прямо к пенсии, такой прямой. Это сейчас так жестко. Я просто говорю, как есть, как вижу. Просто другой вопрос, откуда в тебе это? Родители пресекали во мне женское начало. Было желание краситься, нельзя краситься. Хочу туфли на каблуках, нельзя туфли на каблуках. Чтобы на меня и мальчики внимания не обращали. Мальчиков будем расстреливать, папа говорил так. Как ты считаешь, они думали, что ты должна прожить свою жизнь? Чтобы до 25 лет меня не интересовали никакие мужчины. Я училась и строила свою карьеру. Все. У меня это очень сильно забилось в голове. Вот у нас есть такое правило, и все, ты должна лучше держаться. Ты просто хочешь достигнуть как-то визуального возраста своей мамы сейчас, понимаешь, чтобы тебе можно было заниматься сексом, иметь детей, жить полноценной жизнью, как любой человек. Но я же вижу, что ты абсолютно другая на самом деле. Ты темпераментная, ты очень чувственная. Оставь это бегать по полям на даче где-нибудь, знаешь, что цветы собирай. И тогда ты увидишь, как твоя внешность соединится с твоим темпераментом. Наконец-то. Хочу все это отпустить. Я буду очень стараться. По красной дорожке так ходить. По любой другой дорожке, потому что в красном, на красной дорожке ты будешь сливаться с местностью. Точно. Как ты себя чувствуешь? Красный цвет, цвет победителя. Что мы с тобой только что победили? Бабушку. Внутреннюю бабку так. Хочу всегда выглядеть такой элегантной, сексуальной, красивой. Осталось? Влиться в этот образ до конца и преподносить себя такой, какая есть. Если сделать какой-то в мою сторону комплимент такой анти, я тоже его сторону могу сказать. Абсолютно классическое решение брюк и белой рубашки. Я больше такой консервативный. Все должно быть как-то по шаблону. Давай попробуем какой-нибудь шаг, на который, возможно, пошел бы не каждый парень. Не берите ее в руки. Почему? Если я пойду в ресторан, в такой рубашке, это будет тяжелее. Это, знаешь, как его там, куклачев такой сейчас бы вышел. А для тебя очень важно, что о тебе подумают люди? Конечно. Были моменты, когда ты себя чувствовал крайне неуверенно и некомфортно в какие-то ситуации, связанные с тем, как ты одет? В детстве, когда у меня, ну, то есть, было вообще дефицит, мне ничего не покупали. Ну, у меня одни кроссовки, я хожу в них годом. В чем летом бегал по двору, в том я и шагал в школу. Без рюкзака, с пакетом. И куртка рваная, там, и штаны. Все дети как дети, а я оборвались. Стоп, понимаешь, несправедливость какая-то, что почему так. Потом просто пошел, сам себе начал находить и деньги, и вещи. А как находить? Подошел, забрал. Смотрю, идет какой-то подросток в школу. Сел с ним на лавочку, поговорил, он ушел в моей обуви, я ушел в его обуви, вот так сказать. Были такие моменты, когда я не могла брать физически. То, что сам ушел было, да? Вот на физкультуру вышел, да, строй стоит, кто-то первый, я крайний. У меня, как сказать, не то, что комплекс был, я всегда прыгал на самых больших, вот так скажу, если драка, у меня самого большого подавится. Мне не нравились длинные люди. Себе хотел доказать, что не важно, что я маленького роста. И сейчас тоже я могу. Шнурки завязываешь, голова не кружится. Ну, конечно, таким образом я могу сделать вывод, что ты не решил для себя до сих пор этот вопрос. Главное, на самом деле, правило, которое нужно помнить всегда для того, чтобы оказаться чуточку выше, чем ты есть на самом деле, это никогда не делить себя контрастно пополам. То, что ты сейчас сделал, в этом помогают вещи, которые выполнены в одной гамме. И с этим, опять же, очень хорошо справляется костюмная история. Круто. Ты прям все детство, я там парился за это очень сильно. А он сейчас внес какие-то корректировки такие интересные. Ну, и что так же по делу он его одел? Если еще бюджет застегнешь, то ты увидишь, что это работает еще. Белая консовка. Уже он как себя его одел. Лучше. Ну да. Вообще огонь. По какому принципу ты обычно выбираешь себе вещи? Платье, каблуки, я вообще забыла, что это. Почему? Когда я одевала, допустим, каблуки, Максим некомфортно себя чувствует. И он, допустим, мне делает комплимент, что красиво гляжусь и такое, но потом не раз не скажет о том, что, блин, ты меня выше. Поэтому у меня все плавно, обувь, короче, стала на плоском подальше. То есть ты не помогаешь ему бороться с его каким-то комплексом в этом смысле? Мы не будем отрицать, что он есть, это очевидно. Ты наоборот, он еще сильнее, давай. Ну, на эту тему же надо разговаривать и объяснять, что это всего лишь каблуки. То есть можно не поддерживать Максима в этом, а наоборот подтягивать его и все-таки снова начать носить каблуки. Я прислушаюсь к этому совету. Как ты себя в нем чувствуешь? Красивой, желанной девушкой. Я прям глаз отрывать не могу, честное слово. Шакарные босоножки. Я прям для них полюбилась, честное слово. Ему всякий каблучок аккуратненький. Максиму просто в процентах нравится. Не высокий такой каблучок. И я уверен, что вместе вы будете смотреться очень классно, потому что вы и так очень милая пара, а сейчас вы будете прямо... Спасибо. Вообще. Давно я уже хотела меняться и стать более женственной, но у меня не получается. Как ты себя чувствуешь в платьях? Можешь описать эти ощущения? Некомфортно, ну, неудобно. Допустим, куда-то пойду, там не сядешь, как я сажусь. Может быть, ты просто не встретила то платье, которое будет тобою повелевать. Но эта встреча произойдет прямо сейчас, скорее всего. Но я этого не исключаю. Посмотрим. Ну, давай. Хорошо? Как ты смотришь на вот такой вот вариант? Белый цвет я вообще, в принципе, не очень люблю. Ты же замуж собираешься? Собираюсь, вот тогда и хочу белое одеть. Это платье не свадебное, но оно белое. И оно имеет прямой намек на то, что в твоей жизни должно появиться и свадебное тоже. Ну, это уже-то были такие намеки, но вот это. Сделаем еще один. Много. Белое платье в пол. Мне сначала вообще никак не понравилось. Думала, уродское какое-то. Когда я его одела, тогда уже оно мне понравилось. Супер. Я красивая. Мне идет белый цвет. Знаешь, ты сразу такая, как статуэточка. Просто стало поспокойнее, стало больше улыбаться. И вот такое вот ощущение, знаешь, нимфы, спустившись с небес. Да. Мне кажется, это именно то, что ждет от тебя, Илья. Возможно. Надо проверить. Но если он мне сейчас не сделает комплимент, я ему втащу. Я не знаю. Не знаю, что у тебя, бля, жопа в отношениях минутка. Смешно получилось. Классная шутка, да? К хулиганам их невероятное преображение достойно закончить неделю культуры. Вот и вы друг другу втаскиваете каждый раз. I'm not speaking English. Вы не могли бы с ним немножко... Так, это полулысая овца. И особый гость, визит которого повергнет участников в шок. Не дай бог, это она. И тут выходит она. Блин, ну зачем вы так шесток основали? Кто же там такой? Она. Вы смотрите, как меняются хулиганы. На встрече со стилистом участники продолжают работать над своими новыми. Я понять не могу, почему не всех показывают. А где эта последняя парочка? Вот не было ее. Вот последняя пара, вот эта, которая девочка стихи читает. Еще я не выучил их имена. Почему их не показывают? И образами. Сколько тебе лет? И подогадайся сам. А выбрала ты уже наряд такой умудренной опытом женщины. А, простите, ладно. А я уже наехал, думаю, ну что за хрень, уже показывают, что у них уже финальное испытание. Думаю, а где вот это все? Вы пятерых мужей, которая, собственно говоря, идет на очередные похороны своего, собственно говоря, недавно усопшего мужа. Вот, примерно так. Ну это, мне кажется, такой спорный вопрос. Я выгляжу как сердцеедка. Чем ты увлекаешься? Пишу стихи. А стихи на тему смерти? Ну их не показали в предыдущем испытании. В конце, любовную лирику. Любовная лирика с печальным концом? Ну, по-разному. С хорошим, с печальным. То есть бывает что-то светлое? Конечно. Хорошо. Я позитивный очень человек. Вот не скажешь вообще. Почему? Ты просто на себя посмотри в зеркало. Ну, просто я не знаю, черный цвет, мне кажется, настолько универсальный, что он подойдет ко всему. Да, но ты выглядишь как сицилийская вдова. Ну, я просто считаю, что я морально старше, и поэтому я выражаю это еще в своей одежде. Просто были какие-то жизненные ситуации, которые заставили меня повзрослеть раньше. Какие? Я там без мамы почти росла. Она постоянно куда-то ходила, и поэтому я очень часто не была дома. Меня это очень сильно задевало. Может быть, тебе сейчас пока легче таким образом транслировать эту силу, уверенность такую? Ну, конечно, ибо возникают моменты, когда мне хочется, чтобы на меня посмотрели как на маленькую девочку. Ну, Боже. Как ты на это смотришь? Ну, хорошо смотрю вроде. Мне не терпится увидеть, как оно выглядит на тебе. Ну, как бы, почему нет? Правильно. Не нужно над собой работать. Посмотри, как очаровательно ты выглядишь сейчас. Да, очень-очень красиво. Как Алиса в стране чудес. Какие ты эмоции испытываешь? Ну, я просто чувствую себя, как девочка, девочка, такой нежной, маленькой. Я пришла с женщиной к стилисту, а вышла с девушкой. Как ты одеваешься обычно? Более спортивно одеваюсь. Я рос в таком обществе, где у меня одни спортсмены друзья. Ну, и там на улице, когда приходилось там подраться, всегда удобно. Спорт одежды я никогда в жизни не люблю, потому что это моя любимая, это моя комфортная. А как твоя девушка относится к твоему стилю? Прилуквально в таком виде. А тебе никогда не хотелось вызвать у нее какие-то эмоции на этот счет? Она-то, вероятно, тебя чем-то радует и балует периодически. Ну, да. Я думаю, ну ладно, давай попробуем, посмотрим, что нет. Нужно расширять свои грани, так сказать, например, длинная рубашка и длинные шорты. Да нет, такой не особо по-мужски. Что-то это вообще как лов какой-то, как чмошник. Я не хочу, чтобы вы мне думали плохо. Сейчас можно вообще посмотрю? Смотрел каждую вещь, у меня сразу приходил образ в голову. Это как Филька Киркуев, это как Ашоттик в Деленджике. Что за мода такая странная? Я бы хотел, наверное, интересно заценить эту бизнес-классику. Типа Могрега такой. Всегда было интересно. Мне дали костюм вообще. Костюм, вот вы, ты реально, ну как у Кода Могрега был костюм. Шикарно. По-другому все ощущаете? Да. Кого-то, ребята, уже чуть-чуть как состоялся. Даже не чуть-чуть обсказал. Даже не предприниматель. Я президент предпринимателей. Но будут ли столь смелыми в своем перевоплощении остальные хулиганы? Ну, ну. Хочешь сказать, я нормально выгляжу? Ты выглядишь интересно. Ну, смешно, мне кажется, больше. Ну, я себя чувствовал. Нелепо. Ты выглядишь необычно, и это просто шанс почувствовать себя немного по-другому. Понять, что мир, он не крутится только вокруг джинсов и маек. Как бы, может быть, это и ничего, но на мне это не смотрится. Мне не в погоде там какие-то новые наряды. Мне снова будет интересно. Ты положительно отреагировал на вещь, полностью усыпанную пайетками. Это говорит о том, что ты абсолютно уверенный в себе человек, у которого нет никаких комплексов и загонов на тему собственной внешности. Нет. Мне нравится здесь. Как мне самому нравится, так и всем нравится. Некомфортно себе из-за верха открытого чувства. Я не знаю, видишь, куда руки гей. Я хорошо выгляжу, и не надо этого стесняться. С неуверенностью, да, я это сказала. Ну, не могу я пока эту информацию принять. Я из тех людей, которым кучу комплиментов скажешь, я скажу, да, прикольно. И меня там один раз обр***ли, и я это буду помнить до конца жизни. Презентабельно, так сказать. Что же в Магополоске? Прям как-то рубашка слилась с пиджаком. Не знаю, в чем прикол. Она увидела эту степень, она сказала, ты вообще божественно выглядишь. То есть, вот это вообще мулька, вообще прикольная. Ну, типа, почему рубашка, пиджак, оно все одинаково. Вроде бы казалось бы, да, как оно может сочетаться с костюмом. Да, ну, видишь, может, оказывается, все нормально. Ну, ладно. Глядя на тебя, возникает ощущение какой-то легкомысленности. Все мне не нравится, это слово легкомысленности. Просто вызывающе. Сегодня я бы хотел тебе предложить достаточно экстравагантное решение. Такой а-ля цыганский стиль, мне кажется. Это называется стиль Боха, богимный шип. Боха я за этот стиль не знаю, я таким не увлекаюсь. Возможно, нам стоит его чтобы примерить. Все цыгане, а не в стиле Боха. Потом уже делать вывод. Ну, давайте. Ну, прикольно. Ну что? Вот это вот цыганское мне не очень нравится. Вот эти вот рукава, но они меня бесят. И вот эти вот, вот эти трюшки просто, чтобы лайку в руки дать и цыганские песни. Я просто хочу... Ну, такой некий, я назвал бы, даже больше сценический образ, чем на каждый день там на улице ходить. Чтобы ты привлекала другой рот внимания к себе и выходила на принципиально иной уровень. У тебя еще есть красивое лицо, порода, стать. А за этим пошлым платьем, в котором ты пришла, он этого не видно было. Возможно, кстати, это да. Ну, возможно, если я бы скажу, что это пескмода, вот так буду ходить, может кто-то присмотрится и скажет, о, действительно, пескмода, раз она надела, это еще так с гордой головой поднятой ходит. Хулиганы уверены, что после преображения они отправятся на вечеринку, где от души повеселятся. Но! И даже не догадываются, что их ждет финальное испытание недели. Мы вышли на поляну. А, это финальное испытание? У меня есть с каким-то мужиком. Какие вы красивые! Я с вами согласна, девочки, какие вы красивые! У меня настроение пропало, потому что вокруг себя красивые вечерних платьев. И я среди них. Под этой шляпой все спрятано, и просто человек-невидимка, черный плащ какой-то. Это классно. Ковбойша на половину, на половину леди. Вообще шикардос! Я сейчас переоденусь, не начинаю. Честно. Вика, ты круто выглядишь вообще. Мне не нравится даже трюк и стиль. Отвратительно. Мужик Челентано какой-то, блин, с волосочкой. Мужик сигару дайте. Классно хотела провести этот вечер. Ну, это у вас нормальная семейка. Семья мафиозников. Да, и тут она мне все перепортила. Хотя пришел, сделал комплимент, так далее. Вика, это же Вика. Я думаю, я все объяснила, да? Господа, вас всех пригласили на вечеринку. Но леди и джентльмены всегда должны быть готовы к форс-мажору. Хозяева вечера сегодня вы. Вам предстоит подготовить все необходимое, чтобы достойно встретить гостей. То бишь, удивите их, накормите их. Мы вообще все не поняли. Три дня ждали вечеринки, а тут на тебе. Чтобы самим пожрать, приготовить. Я в таком платье с такой прической. И я буду еще что-то сделать. Так неохота вообще. Владимир. Распорядитель вечера. То есть он типа наш руководитель. А на ней руководить никто не будет. Вот эта пара, вот эта пара и вот эта пара пройдет со мной на кухню. Я лично обрадовался, я люблю готовить. Меня зачем он туда приобрел? Я вообще в жизни ни разу не готовил, никогда. Все остальные остаются здесь и готовят нашу площадку для приема гостей. Можно и потрудиться, тем более, в принципе, мужская работа, там столы собрать. Пары, которые проходят на кухню, прошу со мной. Теперь я иду переодеваться. Не могу больше в этом стоять. Все в вечерних фатях красивых. Как леди, как принцесски, я к... Я даже не представляю, как бы я там бы на кухне стояла, а вот в этом бредите. Это все надо приготовить? Все вот это все-все-все? Я просто... Ребята, как мы это сделаем? Смотрите далее. Я не буду этим заниматься, мне делать больше... Все, не базарь, давай ты в натуре делай. Давай натираем генетку. Кирилл, ты себя представил как повар. Если ты повар, то и будь топ, так же отвечай. И особый гость, визит которого повергнет участников в шок. Не дай бог, это она. И тут выходит она. Кто же это она? Ну зачем вы так шесток основываете? Не переключайте. Наверное, то показали не ее, о которой все говорят. Блин, интересно, кого выгонят на этой неделе? Вы смотрите, как меняются хулиганы. Пары готовятся к приему гостей, где они должны проявить на высшем уровне гостеприимство и культуру общения. Это все надо приготовить? Все вот это все-все-все? Я просто... Ребята, как мы это сделаем? Я ничего в жизни из этого не делал. Я по выкандите. У нас есть час времени. Если один час на человека, у нас всего было шесть человек, то всего, в общем, шесть часов. Давать интервью, блин, вот так вот с подмышкой, конечно, это сильно тупо. Я не знаю, ну еще можно ноги раздвинуть, сказать, пожалуйста, камеру пониже опустите. Мне достаточно. Давайте каждый тогда возьмет на себя какое-то блюдо. Лучше меня не подпускать, если пожар не хотите. Я готовить не умею. Яичница, литона у меня сгорела. Один раз попробую приготовить сам себе. Я к рыбе не прикасываюсь, мне от нее тошнит. Кто занимается рыбой? Никто не занимается рыбой. Фу, просто, как это мерзость. Думаю, можно вообще трогать. Давайте вы займете с рыбой. Я вам доверяю. Да я рыбу-то не ем. Ненавижу рыбу. Вообще, дури, запаха не переношу. Ваш сегодня звездный час. Прошу. Как бы не отравить никакого осья. Случайно. Я уже устала, крутилась. Слушай, я так не крутилась со времен, когда официанткой работала. Через полчаса должна быть натерта посуда и готова локация. Сначала потом думал, что надо все сделать нормально. Понять гостей и все в этом роде. Ну так будет очень красиво, конечно. Давай. Здесь неровно. Здесь есть дырка. Володя включил, короче, этого. Цервера. Кто так стулья расставил? Мы два ряда кинотеатр это или что? Не, ну так хотелось. Прямо сказать, ты че, ты там или не знаешь. Но интересно было себя проверить. Вот сами перед собой. На сдержанность. Мохито, почему у вас еще не готово? Почему так долго? Я не могу бы стрелять. Ну реально, Мохито делать, это 10 минут делу. А она так усложнила там, это все капец. А я не профессионал и делаю как могу. Скажите спасибо, что вообще делаю. Почему вы мне хамите? Объясните мне. Ой, вы еще не знаете, как я хамлю. Я нормально с вами разговариваю. Вика нас тянула вниз. Все остальные, ну как бы работали нормально. Даже в угар взялся как бы готовить рыбу. Фу. Ты просто, да, лишился сейчас девственности на кухне. Я вообще монстр просто. Почему вы ходите просто так? Я задаю вам вопрос, вы от меня уходите. А что я должна делать? Заканчивайте сервировку. Просто не хочу это делать. Это и моя работа. Давай, натирай, Ангелин. У меня нету выдержки никакой. У меня нет желания там побороться на своей деле. Чего длина морозится? Работаем, пусть учатся. Хри хозяина. Нашли прислух. Все как ненормально. Лучше я буду сидеть дома. У нас не будет денег. Мы будем грызть коробку хлеба, чем я пойду к какой-то официанткой работать. Да, мозгов там, конечно, нету. Лучше я буду голодать, чем я буду официанткой работать. Официанткой это вообще, да? Это типа нелюди уже какие-то, да? Боже. Ну, бля, ну если человек такой конченый, то ну чему удивляться? Ничего не готово. Вы занимались час. Вот там у меня и жизнь такая вся через жоп. Сыдно, что, блин, там столько времени прошло. Боже мой. Таки же нету. Я не буду этим заниматься. Мне делать больше, что-то готовить тут, убирать. Она много там капризничала. Фугары из-за этого тоже. Ты что, задувал, да? Все, не базарь. Вот давай ты в натуре делай. Иди протирай бокалы. А не буду там бегать и прихать их не исполнять. Это что, дура, что ли? Только бы исправиться. Стать выше всего этого. Вот к чему я шел. Илья, встречай. Ой-ой-ой. В секунду стало миллиарды гостей. Когда на столах ничего нет, у нас небольшие задержки на кухне. А чем же они вызвут? Коммуницируйте, ребята. Вы сейчас паникуйте. Непонятно, чем занимать. Вы не слышите друг друга. Вы у вас красивые серьги. Так, не переключайтесь, пожалуйста. Другой теме. Очень вам подходит. Просто заболтайте их вот серьезно. Как будто, не знаю, как ведущие какие-то. Блядь, английский язык знают не только американцы. Это вообще, блин, интернациональная штука, к которой могут общаться, блин, любой практически человек. Блядь, английский язык, а американцы? Может, Великобритания? Не. Точно Америка. Я понимала, я ответить не могла. Отличание. Не-не-не, американцы. Вы знаете, вынуждена признать, что, видимо, нас не очень ждали. Мы вас очень ждали. Ну, если бы нас очень ждали, то уже на столах бы все было. Было позорно перед ними, что у нас ничего не готово, там каждый хочет есть. Соответственно, ты там стоишь, как ни при шикабали хвост. Хотелся под сон залезть и сидеть. Я предпочла уйти на кухню. Это тяжеляк. Так, сейчас, минутку. Так, сбежал. Наспевали мы, а бабулю что-то мы задвигали. Это неэтично. Не по кору лески. Там, ***, так много уже. Да? Почему вы здесь? Я жду, пока сделают и вынести. Когда оно будет готово, будьте в зале. Она уже злая, там, смотри уже. Брызжет со всех сторон. Сейчас она и мучила, скрипает. Начали орать, въезжать. Это нет, это нет, это нет. Что происходит? Я не могу. Я не потерялся в оптимизме, я стал напевать. Тили-тили. Трали-вали. Это вы не проходите. Я уже устала с собачкой, вы не могли бы с ней немножко погулять? Да, конечно. Полу-лысая овца. А я надеюсь, она меня не... Нет, ничего она вам не сделает. Соскорбила собачку. Мне больше было погулять с собакой, чем этих дебилов всех слушать. Чиз, чиз и чиз. Даааа. Это не серьезно. Все говорили об одном и том, что про еду, что мы заранее не подготовились. Тай, вы что сейчас здесь делаете? Да, они меня все бесит. Покашивала, прямо, часо. Ну что вы такое? У тебя прям вывело все из себя? Да. Присаживайся. Я вообще не знаю, что происходило. Это жесть какая-то. Это чай у меня прям картик есть. Это был срыв. Я прям не могла успокоиться. Кто здесь повар? Я. Ты шеф, да? Да. Говорят, ***. Кирилл, выйди, Кирилл, выйди. Да почему Кирилл? Он был главный шеф-повар, который *** не приготовил в итоге. Скотя не мазал. Мне не кайф было бы, например, с этими всеми людьми перед ними извиняться. Вы знаете, у меня такое печенье, что вы нас не ждали. Так в том-то и дело. Я вообще не ждал. Это и видно. Признаваться в этом стыдно. Да, это не стыдно. Стыдно. Стыдно врать в лицо. Вот это стыдно. А признаваться могут только сильные люди. А я сильный человек. Я вам не стал врать. Это не так? Нельзя так разговаривать, мне кажется. А? С женщиной, которая старше. Это вообще была фиаско. Такого хулиганы не ожидали. Это сейчас будут и выгонять кого-то, да? Это была не просто вечеринка, а ваше финальное испытание. Да ладно. Судьбу провинившихся решит тайный гость. Интрига такая, что уже башка кружится начинает. У меня чуть слезы на глазах. Наверное, что... Уже через несколько минут. Я думаю, блин, ну выгонять... Мне почему-то кажется, что никого не выгонят. По причине того, что в предыдущей серии можно было не выгонять, а выгонять. Посмотрите, как меняются хулиганы. Паре организовали вечеринку, уровнем подготовки которой гости остались недовольны. И Кирилл пытается все уладить. Вы знаете, у меня такое обещание, что вы нас не ждали. Тут сложно кого-то даже выделить. Так в том-то и дело. Вообще не ждал. Это и видно. Признаваться в этом стыдно. Это не стыдно. Нельзя так разговаривать, мне кажется, с женщиной, которая старше. Ты зачем ты мне мчишь? Ну, а я тебе что, тоже бешу? Я тебя просила не кипишовать с бабкой. Я с ней не кипишевала. Это она кипишевала. Кирилл, ты себе *** правил как повар. Если ты повар, то и будь добрый, так же отвечай. Я подумала, что все, это полный провал. Что мы уйдем на этой неделе домой. Дело в том, что вы в Синге. Где-то я ее видел, лицо знакомое мне ее. Не знаю, где-то, короче, она в каком-то проекте уже была. Напишите в комментариях. То есть лицо мне ее по чем-то сканеру в голове какой-то вот блеск дает, что лицо знакомое. Где-то была, где я не могу вспомнить. Вы не думали о нас. Вы все думали о своих проблемах. Вы все делали то, что хотели. А не то, что нужно делать. А жить нужно, руководствуясь словом. Надо. Я слушал ее и как бы понимал, что она все говорит правильно. Как бы надо прислушиваться к ее словам. Меня уже с самого начала грязь совесть. Я понимаю, что все все-таки мужчины. Да что, извиниться? Извиниться. Я дико перед всеми извиняюсь. У нас не получилось вас встретить. Мы переоценили себя. У вас нечего больше сказать. А все? И значит в этот момент выходит Анна с Даниэлем. Я прям обрадовалась. Была рада, что это наконец-то все закончится. Анна серьезное лицо, которое я уж прям боюсь иногда, если честно. Но у нее не серьезное лицо. У нее такое, знаете, типа как жалилось. Господи, как правильно сказать. Как будто ей жалко. Типа она чуть не заплачет. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Там серьезного лицо нету. Это была не просто вечеринка, а ваше финальное испытание. Да ладно. Блин, ну зачем вы так шесток основываете? Зажалуйся. Поджалуйся. Тременько стало. Думаю, мы не получим сегодня вечер сегодня. Среди гостей присутствует эксперт. В области этикета Наталья Адаменко. И значит в этот момент поворачиваю. И это женщина с этикета. Может быть в каком-то выпуске она где-то была по этикету. Может в пацанках еще где-то. Высоком не Кирилл. Да. И говорит. Не дай бог, это она. Это она. Все. Ну я же лицом ее знакомое. Значит где-то она участвовала еще в этикет. Ну где она могла бы по этикету? Ну только в пацанках, судя по всему. Значит где-то в каком-то из сезонов пацанок она была. И тут выходит она. Жизнь бывает. Не смешно в общем окажется. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте. У меня прям чуйка короче была. Что нужно было с Натальей разговаривать. А Кирилл как знал, начал с ней именно дискуссировать. Знаете, у меня такое печенье, что вы нас не ждали. Так в том-то и дело. Вообще не ждал. Это и видно. Ну уже все, я думала, сейчас опхают там нас. И прям вот с головы до ног уже все. Я была к этому готова. Неужели я такой лошадь, что мог с самим экспертом закуситься тупо, когда он проверяет победитель по жизни. Именно Наталья Адаменко сегодня выберет ту пару, в которой испытание удалось пройти наилучшим образом. Она не решает, что вылетает. И именно эта пара получит свидание в награду. Такой мандраж. Может быть вообще любое решение, любое мнение, любая пара. Лучше всех справился Максим и Илья. Обычно они такие импульсивные, прям мат трех этаж. Ну Илья еще как-то, да, то и его подружание. Ну и короче все вот это, а тут они такие типа джентльмены. Да, старался. Про Скальцову была такая мысль, что она выберет нас. Максимум то, что я там как лопух себя вел там, то, что ничего не могу сделать, никому ничего объяснить. Но я все делал это вежливо, как минимум. Ты хочешь говорить по-английски? I'm not speak English. Вот астин. Вы знаете, я многого ожидала от сегодняшнего вечера. И, к сожалению, не получила удовольствия от общения с вами. Кирилл, вы откровенно пытались мне хамить. Мы попали. Просто у меня уже глаза поникли вниз. Ну все, это провал. Ты вообще, короче, капец. Но меня потрясло другое. Я выбираю пару. Мы были на кухне, мы не общались. То есть тех пар, кто на улице, должен выиграть. Она смотрела на меня, смотрела на нее. И я вот сейчас прям ждала, что сейчас оно как бы наше имя скажет. Потому что, в принципе, мы больше всех общались. Прям интрига такая, что аж башка кружится начинает. Ну, кому иммунитет? Я выбираю вас, Кирилла и Катю. Мне понравилось, что вы меня нагрубили прямо в лоб. Я была вообще в таком шоке. Я думала, вот так и по-пэк. Прям вот так захотелось делать. Слезы на глазах, наверное, что мне реально так обидно стало. Мне понравился Кирилл. Хотя она, я посмотрел до головы, там нахамил. Меня потрясли слова, с которыми потом ко мне подошел Кирилл. Я хотел извиниться, потому что я был бы показался или хамным, или как бы, или поясничал. Я просто не знал, расстрелился. В общем, поэтому у меня это защитная реакция. Вы совершенно точно дали мне понять, что больше такого не будет в вашей жизни никогда. Мне больше ничего не надо. Маленькое чувство гордости, когда я это сделал для нас. Извинился, победил. Отошел, извинился, то есть переступил через себя. Поэтому извиняться – это хорошо, если виноват. Я поздравляю вас с выигранным свиданием. Они просто, грубо говоря, эту бабку, потом он извинился, и за это они получили свидание. Мне кажется, вообще ничего. А ты обосрала этой бабке собачку. Да, это ее собачка была, я не помню. Или кого-то другого сказал, а ты чудовище лиса. Я прямо в тот момент... И материла. ...то, что какая-то ненавистная зависть у людей прошла. Почувствовал себя Настя и Виталик. Они реально побеждают, они выиграют. Значит, у них нормально все. Они, значит, заслуживают это. Она все бесится, что так... Спасибо, что уделили нам внимание. А вас всех я попрошу задержаться. И тут мы напряглись. Ну, решаем, кого выгоняем. Или не выгоняем. Вы смотрите, как меняются хулиганы. Кто покинет проект на этой неделе, мы решим прямо сейчас. Как бы сейчас выгоняем, с меня собрали вещи. А по-моему, кто еще один уйдет? Те, кто провалили больше всего. Кать, Ваня, Ирмакс и мы. По сегодняшней ситуации, по ситуации на танцах, наша пара под ударом. Благодаря мне. Я не думаю, что их выгонят. Мы сейчас как-нибудь неделю и вообще с этим платим. Они учим то, что я не хотела ничего делать. Ира, почему ты плачешь? Не знаю, мне кажется, я эмоционально не вывожу этот проект. Что вы такое? Тебя прям вывело все из себя? Да. Присаживайся. Отвечаю меня прям каждый песен. Трудности нужно преодолевать. Мне казалось, это какой-то срыв был. Вика, на вечеринке ты считала себя выше всего происходящего? Как могла, так и делала. Если бы я вообще считала... Даже сейчас отвечает очень дерзко. Типа, что-то не нравится, развернула все, ушла. Я бы вообще тогда ничего не делала. Вообще. Дело в том, что ты единственная из девушек отказалась обслуживать гостей. Ну, потому что бегать туда-сюда, я этим не люблю заниматься. Я вообще не люблю обслуживать людей. Я с трудом помогала маме. Блин, у них просто такие взгляды, что у него, что у нее... У него типа там похер. У нее такая подача, блин, знаете, типа... Я считаю, что я правильно себя веду. Дома что-то либо делать. Ты вела себя как капризная девочка. Это мягко сказано. Я как капризная принцесса. Ну, боюсь, что это не может вообще закончиться плачевно. Ну, не выгонят еще, я думаю, тоже их. В этот раз ваше мнение будет решающим. Да? Голосование тайное. Один бюллетень от одной пары. Блин. Ну, это могут их и выгнать, потому что вот как раз на эту парочку. Ой, зуб там точится. Нет. Только не это. Будет выбор сугубо, блин, личный. Объективности здесь в ответах не будет. И я понимала, что наша пара на грани, что нас выгонят. Да? Это прям вообще убило. Очень сильно убило. Я мне думал, мыслишь, что я сильный конкурент начнется по полной слив меня. Пожалуйста, приступайте. Огласите имя пары, которая уходит с проекта. Валик и Катя. Да ладно? Я остался при своем мнении. Я написал так же, как и в первой неделе Катя и Ваня. Раз не вы пришли, то почувствуйте, как мы тут уже все недели нервничаем. Против Ангелины и Ильи. На этой неделе были задания, от которых они отказывались. Я не буду с тобой танцевать. Танцую один. Что, реально по бумажкам решат, что вылетает? Либо это тоже испытание? Я не знаю. Проверка. Почитает, как тысяча. Все скинули, пошли подсчеты. Все в напряжении, и каждая пара боялась уйти. Потеть ладошки начинаю. Ангелина, Илья. Настя, Виталик. Катя, Ваня. Ангелина, Илья. Второй. Настя, Виталик. Два-два. Настя, Виталик. Третий. Все. Большинство голосов было за Настей и Виталика. И что? Это крах просто. Как вы думаете, почему? Да понятно. За лишнее неприязнь в нашу сторону. Почему? Потому что на прошлом выгоне мы так поступили. Это еще больше усилий было у некоторых пар. В нашу сторону. Необъективные чувства. Я считаю, что это не объективное мнение. Мы там стили за то, что он Валика не оставил здесь. Они поступили подло. Они понесли судьбу Валькину. Последствую. Ну да, я согласен. Типа, ну все честно. У вас же был выбор их оставить. А не то, что типа вы там случайно, вы не знали, что они могут вылететь. У вас был выбор оставить ребят и не пойти на свидание. Либо... И они сделали. Вот вам ответка. Типа, ну ничего удивительного я здесь не вижу. Они сразу такие расстроились, что их все выгоняют. Катя с Вальтом также тут раз расстроились. Я подозревала, что вы дождетесь удобного случая для того, чтобы отомстить этой паре. Короче, нихрена их не выгонят, понятно. То есть это была проверка на вшивость, так сказать. Эта неделя была посвящена общей культуре. Рассудительности. Поэтому никого мы не выгоняем. То, что я говорил. С хорошим манером. Как вы считаете, месть входит в этот перечень? Нет. Поэтому я хочу проявить благородство с нашей стороны. Ни одна пара не покинет проект. Вот и ответка. Не будет по-васому. То есть если бы в прошлый раз бы никого не выгнали, вот сегодня был бы вылет. А так, как я говорил, то есть одна пара ушла, которая могла бы не уходить. Поэтому здесь, в общем-то, решили всех оставить. Ну, это логично. Не выгонят раньше вас. Я думал, может быть, позже это наступит все, но нет. Надеюсь, это даст вам хороший толчок к работе на следующей неделе. Хулиганы слишком увлеклись оценкой своих конкурентов и отвлеклись от главного – работа над своими отношениями. Поэтому на следующей неделе я хочу вернуть их внимание в нужное русло. Ну вот уже на следующей неделе, да? Могут насладиться заслуженным свиданиями. Кого-то выгонят. Наконец-то мы выиграли финальное испытание. На самом деле, ты молодец. Я очень рада, что наконец-то мы выиграли. Нет, это ты молодец. Ну, это какой-то уже подарок на другой день, если заметить. Потому что на улице светло. Нет, это ты молодец. Какая-то кофейня, наверное, кондитерская. Молодцы. Прям горжусь нами. Больше всего за Кирилла. Вот честно, я буду стараться быть для тебя еще лучше всегда. Ты тем более изменилась, мне это нравится. Наконец-то я вижу девушку. А до этого ты кого видишь? Ну, ты помнишь, как я говорю. Кого-то как два мужика. Она пытается меня строить. Мне это не нравится как мужчине, что меня девушку вообще строят. Я пытаюсь ее строить. Тебя очень сильно люблю. Я тоже тебя очень сильно люблю. Так, по секрету, конечно. Я хочу уже тянуть резину и сделать предложение. Ага, тюрь. Поняли. То есть, может быть, на проекте у нас еще будет предложение. Ну, вот как-то так. Честно, была мысль о том, что все-таки будут мстить и могут спасти за это вместе. Возможно, если бы не выгнали тогда, то сейчас бы точно кто-то бы полетел. Кому-то голову бы с плечи бы сняли. Но, ребята, что имеем, то имеем. С радостью прочитаю ваши комментарии. Как вы думаете, кто все-таки дойдет до финала? Может быть, у вас есть догадки, кто получит победу? Можете написать об этом в комментариях. И что? Правильно, увидимся уже в новом выпуске. И если хотите меня поддержать, то по ссылке в описании можно стать спонсором канала. Если вам нравится то, что я делаю, Благодарность. Всем пока.